Девушки отдыхают Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамеля. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфиков. Смурфики Летающая кровать О, да! Не могу дождаться, когда заберусь в свою кровать со своей любимой книжкой «Приключения с морфиком моряка». Что случилось, папа? После 450 ночей моя кровать не выдержала меня. Как насчет вечеринки, Азраэль? Это как раз то, что мне нужно, чтобы пригласить маленьких синих гостей. Дай-ка я тебе покажу. После того, как я соберу всех смурфиков вместе, я сделаю из них закуску. Эта новая кровать прослужит папе вечно. Для папы ничего не может быть идеальным. Какая кровать будет совершенной, без наволочек, на которых вышли известные цитаты от благоразумника? Это новое одеяло. А этот матрас какой-то неровный. Теперь мы знаем, что новая кровать папы удобная. Добро пожаловать, гости дорогие! Гаргамель! Ты новая кровать папы действительно удобная. Папа... Что это меня так ударило? Маленькая кровать смурфиков. Кровать для папы. Наверняка есть потрясающее зловещее, что я могу сделать с этой кроватью. Давайте-ка посмотрим на мою книгу заклинаний. Там должно быть что-то особенное. Так, посмотрим. Бабы, бурые медведи... А, вот, кровати! Проклятие, которое помогает избавиться от незваных гостей. Почитайте это заклинание от кровати вашего незваного гостя. Если ему приснятся драконы, то кровать отнесет его к драконам. Если ему снятся далекие края, можете с ним попрощаться. Так, папа, надеюсь, тебе приснюсь и я. Спокойной ночи! Спи сладко! Приготовься к полету! Тот, кто будет спать на этой кроватке, отправится к тому, что ему снится! Вот, кровать папы. Она как новенькая. Давайте отнесем ее в деревню. Сюрприз! Мы маленькие сморфики. Я... Ты удивлен, папа? Да. Тогда я был бы рад поблагодарить нас вместо тебя. Пусть в этой кровати тебе приснится весь мир. Спасибо, Благоразумник. Мне не терпится поспать на своей новой кровати. Да, да, попробуй. Тебе понравится. Сладких снов! И вам сладких снов. Спасибо, мои маленькие сморфики. Спасибо. И сморфик-моряк стоял на палубе и наблюдал за бушующим штормом. Его приключения действительно очень реалистичны. Папа-папа, крошка боится шторма. Да. Нужно что-то сделать, чтобы из крошки не вырос трус. Не бойтесь, мои маленькие сморфики. Вы когда-нибудь слышали от вам, как сморфик-моряк в одиночку боролся с бандой пиратов? Это случилось так. Сморфик-моряк плыл в открытом море на маленькой лодке. Внезапно на горизонте появился пиратский корабль. Сморфик-моряк не успел скрыться, и пираты захватили его. Страшно. А что потом случилось, папа? Папа. Папа, папа, проснись. Папа! Что происходит? Это очень необычно. Этому должно быть логическое объяснение. Мы направляемся к пиратскому кораблю. Растяпа, ты прав. Осторожно! Ну и посадочка. Давайте отведем их к капитану. Война! Вы, маленькие морские свиньки, совершили самый худший поступок. Разве? Да, вы потревожили меня во время еды. Капитан, мы не хотели вас беспокоить. Мы приземлили сюда совершенно случайно. Да, но мы вас сварим в кипятке совсем не случайно. Что же нам делать, папа? У меня есть идея. Подыграй мне. Позвольте сказать, капитан, на вид у вас очень вкусная еда. Благоразумник. Да, да, очень вкусная. Для меня ничего не бывает слишком вкусным. Не думал, что пираты так хорошо питаются. Какие аппетитные печенья. А эти овощи и фрукты самые сочные из всех, что я когда-либо видел. Да, сочные. Да, смурфно вкусная дыня, тыквы, яблоки и груши. Да, смурфно. Я бы сказал, что здесь на всех хватит. На всех хватит, на всех. Превосходно, папа. А что теперь? А теперь мы тихо убегаем. Вы хотели обмануть самого капитана? Защищайтесь! Надеюсь, я не съел свой меч. Я принимаю вызов. Папа, папа, крошка улетает без нас. Ужас. Вперед, смурфики. До встречи, капитан. Стойте, куда вы? Верни назад, сукини. Папа, а куда мы теперь? Ну, благоразумник, когда кровать полетела в первый раз, мне снились пираты. И кровать принесла нас к пиратам. А теперь мы смотрим с на игрушки. Крошки снятся, игрушки. Похоже на то. Интересно, можно ли на этом кататься? Проверим, папа. Этот рычаг должен... Потрясающе. Папа, как ты можешь кататься на этой глупой штуковине, когда мы в такой беде? Тебе должно быть весело, благоразумник. Давай, благоразумник, это же весело! Я не могу веселиться, я не знаю, где мы находимся, не знаю, как мы сюда попали. И что хуже всего, не знаю, куда мы отправимся дальше. Я обо всём позабочусь. Какая куколка! Немедленно сними чепчик с моей головы. Нужно, чтобы крошке приснилось какое-нибудь другое место. И очень-очень быстро. Малыш, пусть тебе приснится прекрасный сон. Пусть тебе приснится деревня с морфиков, с лесами и полями. Пусть тебе приснятся горы, далёкие горы. Но нет-нет-нет, не очень далёкие. Пусть тебе приснится всё, что угодно, кроме этого места. Это не сработает. Не сработает. Скоро сюда придут и найдут нас. Не волнуйся, благоразумник. По крайней мере, за нами не охотится Гаргамель. О, Азраэль! Я не был таким счастливым с тех пор, как встретил смурфиков. Надеюсь, летающая кровать отнесла его далеко-далеко прошлой ночью. Только подумай, Азраэль. Смурфики без своего главного будут подобны кораблю без паруса, армии без генерала, коту без когтей. Растяпа, я знал, что мы можем на тебя рассчитывать. Интересно, что ему снится, папа? Судя по тому, куда мы направляемся, ему снится. Гаргамель! Гаргамель! Проснись, проснись скорее, Растяпа! Нет-нет, нужно сделать так, чтобы ему приснилось что-то ещё. Схватитесь, Азраэль! Дом Растяпа, пусть тебе приснится дом. Не работает, папа. Мы съедим их на завтрак, Азраэль! С салатиком! Пусть тебе приснится еда жадины или смурфета. Они приближаются. Я понял. Коллекция рок-музыки, Растяпа. Растяпа, пусть тебе приснится твоя рок-коллекция, твоя смурфическая красивая рок-коллекция. Ай, папа! Ух ты! Мне только что приснилась моя рок-коллекция. Да. Ты не забываешь про неё даже во сне. Да. Никогда не думал, что буду благодарен тому, что наш Растяпа меломан. Хорошо смурфится тот, кто смурфится последним. Я должен был догадаться. Это не мой день рождения. Этот камень достаточно большой, смурфета? Да, как раз то, что он нужно, силач. Он не очень тяжёлый. Для меня ничего не может быть тяжёлым, смурфета. Готов поспорить этот камень, ты не поднимешь. Запросто. Смотри, смурфета. Будь осторожен, силач, он очень тяжёлый. Не волнуйся за меня, всё в порядке. Он лёгкий, как пёрышко. Ой! Ой, силач, ты куда? Силач, с тобой всё в порядке. Смешно, да, силач? Вот, держи этот крем. Можешь смазать им свои мышцы? Спасибо, Хакмач. С меня довольна. Силач, где твоё чувство юмора? Чувство юмора? Ты должен признать, продерганная шутка смешная. Да! Ну, не знаю, смурфета. Может быть, у меня нет чувства юмора? Есть, наверняка есть. Только ты не должен прятать его. Итак, силач, мы договорились, что ты сделаешь всё, что я скажу. Конечно, Хакмач. Хорошо. Может быть, загадка пробудит твоё чувство юмора? Конечно, люблю загадки. Отлично. Кто это? Большой зелёный носит смешную шляпу и нет смурфиков. Я не знаю, кто. Я тоже не знаю, но в моём шкафу есть один такой. Смешно, да? Не думаю, что от твоих шуток мне смешно, Хакмач. Подожди, вот эта шутка тебе понравится. Я научился ей у одного своего приятеля. Этот клей делает так, что все камни становятся похожими на золото. Золото? Да. Люди не могут пройти мимо. Увидишь, что будет, когда тут появится какой-нибудь человек. Ривз, Ривз, Ривз! Останови карету! Оно настоящее! Какое именно это золото? Посмотрим. О нет, я не могу отклеиться. Что же это такое? Ты видел её лицо? Я не знал, что иметь чувство юмора это так весело. Жизнь без шуток вообще была бы грустной. Саурфики! Хлоргидрина! Ну, я вам покажу. Я не позволю так издеваться над собой. Знаешь, что я собираюсь сделать? Нет. Я украду их чувство юмора. У тебя получится. О, духи смеха! Ха-ха и хи-хи! Духи смеха и веселья! Подчинитесь мне! О, духи смеха и радости! Уйдите от смурфиков и придите ко мне! Вот ты где! Иди ко мне, моё прекрасное облачко! Иди ко мне! Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний. Особенно, если ты единственный, кто может смеяться! Ха-ха-ха! Какая ты зловредная ведьма! Как смурфно быть дома! Хочу побыстрее рассказать смурфикам шутку от Хомнибуса. Привет, Хохмач! Привет, папа! У меня есть новая шутка. Тебе понравится. Она смурфная. Где спит чудовище, которое весит 500 килограммов? Наверное, у меня на кровати. Странно, Хохмач обычно сразу смеётся. Хе-хе-хе-хе-хе! О, вот смурфетта. Ей моя шутка понравится. Смурфетта, послушай, где спит чудовище, которое весит 500 килограммов? О, бедная! Ему же негде спать! Успокойся, смурфетта, это всего лишь шутка. Шутка? Это самая грустная вещь, которую я когда-либо слышала? Что происходит? Ни один смурфик не смеётся над моей шуткой. Папа, я хочу послушать твою шутку. Хорошо, растяпа. Вот моя шутка. Где спит чудовище, которое весит 500 килограммов? Я не знаю. А где спит чудовище, которое весит 500 килограммов? Да там, где хочет! Папа? Да, растяпа? А где же смеяться? Здесь определённо происходит что-то странное. Если я вас правильно понял, это розовое облачко появилось после того, как вы пошутили над хлоргидриной. Да, папа. Да, папа. Понятно. Теперь у меня никаких сомнений. Она похитила ваше чувство юмора. Терпеть не могу чувство юмора. Хоть ворчун остался прежним. Терпеть не могу прежнее. Да-да, вот это и осталось в норме. Наверное, у тебя иммунитет к её проклятиям, потому что у тебя изначально не было чувства юмора. Значит, есть только три смурфика, которые способны отменить заклятие хлоргидрины. Ты, я и... Крошка, сейчас не время играть. У нас есть очень важное дело. Похоже, она крепко спит. Нам нужен этот флакон. Тише, Крошка. Мы должны забрать флакон, не разбудив хлоргидрину. Вперёд! Остаётся только одно. Как близко было. Терпеть не могу близко. Всё-таки надо забрать этот флакон. А может, мы спустим тебя туда, на струне, а, Ворчок? Терпеть не могу, спускаться на струне. Крошка, ты смог. Иногда ты меня удивляешь. Несмотря на то, что я сделала розовое облако безвредным, ваше чувство юмора всё ещё внутри него. Сейчас я распылю его над деревней. Но облако не выпустит ваше чувство юмора, пока вы не засмеётесь хотя бы раз. Это не должно быть так сложно. Я надеюсь. Это ещё никогда меня не подводило. Бедный папа. Он в порядке? Это будет сложнее, чем я думал. Ворчун, мне потребуется твоя помощь. Всё, что нужно, это сидеть в толпе и смеяться. Смех заразителен. Как только смужики услышат твой смех, они тоже захотят смеяться. Существует много видов смеха. Это смешок. А это чихиканье. А вот это мой любимый хохот. Ну-ка, попробуй. Посмейся. А может, хихикать получится лучше? А теперь хохот. Помни, ты должен стараться изо всех сил. Нет, лучше я продолжу рассказывать им свои шутки. Почему сморфик перешёл дорогу? Он переводил курочку. Шшшшш. Я вижу вас, но не слышу вашего смеха. Я сдаюсь. Сморфике, ваше чувство юмора ушло навсегда. Я попробовал уже все шутки. Уже ничего не заставит вас рассмеяться. Вот это уже действительно смешно. Ну вот. Все смеются. Всё по-прежнему. Стерпеть не могу. Всё по-прежнему. Авторы идей по её и Эван Делпорте. Продюсеры Джозеф Барбара и Уильям Ханна. Озвучено по заказу ВГТРК в 2012 году. Продюсер! Продюсер!